Муж европеец, он реально европеец, он реально европеец, я-то с ним живу каждый день, 50% он мыслит как индиец, обещаю Но три года ждут, а на четвертый забыл Они с удовольствием согласились, по стране у них все сложится и все получится Всем привет, меня зовут Наташа И я знаю, мои дорогие, что вы соскучились по Индии, по моим рассказам про Индию Так что сегодня я исправляюсь и немножко затрону тему Индии и непосредственно моего любимого мужа Но прежде чем я начну, обязательно нажмите на подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео Мой муж скорее европеец, чем индиец К этому выводу приходят очень многие мои родственники и друзья, пообщавшие с ним какое-то время Да, у моего мужа нестандартные для индийца отношения к жизни И он мыслит немножко по-другому Но я-то его знаю лучше, я-то с ним живу каждый день И я все-таки нашла те моменты индийские, которые в нем все-таки есть И искоренить их это невозможно И сегодня я хочу поделиться с вами именно теми своими наблюдениями, которые я откопала И могу твердо заявить, что все-таки на 50% он мыслит как индийц Но я также вам расскажу, почему многие считают его европейцем Это я вам тоже обязательно расскажу Но давайте начнем Первое. Все индийцы опаздывают Абсолютно все Это, знаете, это исключение, если человек придерживается правила и следит за временем И если он сказал, что он придет в 5 часов вечера, то он приходит в 5 часов вечера С моим мужем это не работает Здесь он 100% индийц Если мой муж сказал, что он придет в 9, то можно надбавить 1-2 часа без проблем и не париться Абсолютно Это нормально для его мужа, он не может с этим бороться Но я нашла способ Я ему сразу спрашиваю Скажи мне, это индийское время или все-таки это российское время? И когда он мне говорит, что российское, максимум, насколько он опаздывает, это 5-10 минут Но если он все-таки мне говорит, что индийское, то я расслабляюсь, жду пару часов И, кстати, никогда, практически никогда я не ошибаюсь, что набавляю 2 часа смело Это вот первое, что самое такое, знаете, бросается в глаза Второе. Эмоции на людях Здесь в Индии не принято показывать свои эмоции, то есть обнимать кого-то, не дай бог целовать И когда мы находимся в компании друзей, наших родственников или просто идем по улице То не вариант, что меня муж обнимет, поцелует, как у нас, например, можно увидеть, например, в России Здесь же он у меня абсолютно традиционный И мне даже приходилось спрашивать разрешение родителей иногда пообнимать своего мужа, когда они рядом И когда они это видят Они с удовольствием согласились, но мой муж говорит Типа, не надо, пожалуйста Я, конечно, уважаю его за это, я понимаю И он вырос в этой среде, и для него это нормально Но когда мы наедине, тут, конечно, ограничений у нас никаких нет Поэтому в этом он тоже очень традиционен Следующая – забота о родителях Конечно, везде, ну, очень большое количество людей по всем мире заботят за своих родителей Любят и почитают Но здесь это возведено на уровень повышен Ну, как я заметила И здесь вся ответственность за родителей перекладывается на самого старшего И если, ну, то есть если это старший сын То все, все обязанности о заботе родителей в будущем И содержание, и все остальное Перекладывается именно на старшего сына То есть средний и младший, они могут расслабиться и не сильно париться Хотя бывает, конечно, исключение, что заботятся младшие и все остальное Но чаще всего большая ответственность именно кладется на старшего брата И именно на старшего сына И если, например, в семье есть сестры, то он и обязан заботиться о сестрах тоже Ну, у моего мужа два брата, средний и младший И, как бы, да, всю заботу о родителях мы понимаем, что мы берем на себя Я к этому спокойно отношусь, потому что я прожила всю свою жизнь со своими родителями До их ухода из жизни Поэтому для меня, в принципе, это нормально, что мы должны проявлять заботу о старших Поэтому с этим я согласна И за это я его ценю и люблю И я понимаю, что действительно, ну, это то, чем, наверное, можно гордиться даже То, что ты осознаешь свою ответственность перед родителями И готов в любой момент оказать им помощь и поддержку Над этим мы очень сейчас стараемся и работаем, чтобы облегчить им жизнь И сделать все хорошо не только для нас, но и для них И мы понимаем, что в будущем они будут на нашем обеспечении Следующий факт – это эмоции Все мы эмоциональны, но у индийцев на первом месте эмоции стоят То есть они не боятся выказывать свои эмоции Негативные, радостные, они могут и заплакать, как и мужчина, так и женщина Мой муж это делает крайне редко Они не видят в этом ничего плохого И у них нет осуждения по этому поводу И я за, я за за то, чтобы мужчина выражал свои эмоции Ну, в том числе даже и плакал Потому что копить в себе это не есть хорошо И эмоциональность, конечно, иногда у Санджу зашкаливает И он сам это признаёт И я в этот момент стараюсь проявлять терпение и мудрость Не всегда, конечно, получается Потому что тоже чаша терпения переполняется А так как я тоже эмоциональный человек И чересчур эмоциональный Поэтому я тоже могу иногда выплёскивать свои эмоции И в этом плане, конечно, он тоже стопроцентный индийец Следующее обещание Я уже сделала пост в Инстаграме как-то перед Новым годом Когда нас пригласили в гости И потом не срослось Я высказала там всё про слово обещание И да, в Индии вам могут что-то пообещать сделать завтра Забудьте Просто забудьте, что вам когда-то это пообещали Я же русская Я не могу остановиться Ещё у меня характер такой Если я чего-то хочу Я буду капать на мозг Кап, 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 кап Ну или возьму чайную ложечку И буду потихонечку выедать И иногда Санджу это раздражает во мне Потому что Ну как бы Он же вроде сказал Он же вроде пообещал Но однажды я услышала такой разговор Он разговаривал со своими друзьями И говорит, у нас стоял чемодан И Наташа мне каждый день напоминала Что надо его закинуть на антресоль Чтобы он не мешался под ногами В итоге, говорит, в один из дней Подождав неделю Я честно подождала Видите, как я терпела И запихнула его на антресоль И вот Про что мой муж приходит и говорит Ну я же тебе обещал Я говорю, знаю я ваше обещание Обещанного три года ждут А на четвёртый забывает Вот это как раз про индизу Поэтому, если вам сказали Tomorrow Это равно никогда Ну или 1-5% Что же всё-таки tomorrow случится Только не факт, что это случится В этом месяце И не факт, что в этом году Поэтому в этом плане Сандю тоже Но Из-за того, что мы сейчас вместе Он понимает Что я буду ему капать на мозг Что я буду ему напоминать Тыкать его И говорить, что надо это сделать И он старается сейчас, конечно Эту себе привычку искоренять Огромное ему за это спасибо Разделение обязанностей Везде есть такое То есть женщина заботится о доме О бочеге Мужчина заботится, значит, о финансах И всё остальное И у Санчу тоже есть это разделение Он считает, что я должна готовить Убираться Следить за ребёнком И он будет заниматься финансами Но Так как я не такая И готовка, уборка И быть домохозяйкой Вообще не входит в мои планы Да, я, конечно, буду это делать И делаю сейчас Но я понимаю, что Это не та сфера В которой я бы хотела себя реализовать И не хочу быть как индианки Которые полностью себя посвящают Дому, детям, мужу Я хочу тоже развиваться И я хочу тоже быть в бизнесе нашем Я тоже хочу быть именно тем человеком Кем я хочу быть И я это озвучила Санчу ещё изначально Когда мы не были женаты Я ему сказала, что Я хочу работать Ну так как я понимаю, что в Индии Официально мне работать разрешается Только через два года После получения определённых документов То, как бы, почему я не могу тебе помогать в бизнесе И сейчас, да, мы работаем вместе Какие-то функции по нашему бизнесу выполняю я Какие-то муж Поэтому разделение обязанностей всё равно не существует Всё равно уборка, готовка, стирка, глажка Повозиться с Милкой Это всё-таки на мне Но иногда он меня балует Иногда он мне помогает Тоже какие-то моменты делать Если понимать, что, например, в данный момент Я занята ребёнком Так что в этом тоже Он больше, наверное, даже индийц Хотя и европейцы, в принципе Большинство и в России Тоже так же относятся к этому Что женщина всё-таки Должна заниматься бытом Чем, например, работой Но это, я говорю Это всё индивидуально Но это вот такое всё-таки есть Ну и такой, знаете, смешной факт Мой муж Как и большинство 90% Наверное, индийцев Знает, кто такой Сэр Чиникант Это актёр Мы ходили в кино Как раз на его фильм И все Когда идёт фильм Сэром Чиникантом Начинаются в кинозале Крики Возгласы Ура! Сэр Чиникант В общем, он Звезда здесь номер один И даже болливудские звёзды Его фанаты И мечтают с ним Сняться в кино Он потрясающий Кто не видел никогда Фильмы с ним Обязательно заходите Ко мне в инстаграм У меня есть подборка Фильмов Которые я сама посмотрела И которые советую вам И там есть, кстати Несколько фильмов Вместе с ним Так что подписывайтесь на мой инстаграм И смотрите те фильмы Я посмотрела, кстати, больше трёхсот фильмов И в подборке у меня больше ста Я продолжу выкладывать фильмы, которые я ещё смотрела Сейчас я немножко пока притормозила этот момент Но я планирую продолжить рассказывать вам про какие-то фильмы И делиться своими впечатлениями по поводу них Так что обязательно заходите в мой инстаграм Ну и, наверное, последний факт того, что я заметила Он, как и большинство индийцев Мечтает переехать в другую страну Да, здесь есть такое Что большинство хотят всё-таки уехать Либо в Англию Либо в Австралию Либо в Америку Ну, либо в любую другую страну Но не жить здесь, в Индиях То есть они хотят развиваться именно там Строить своё будущее И очень много коллег с Анджио Очень много одноклассников Одноклассницы уехали именно за границу И очень много его друзей тоже сейчас готовятся К переезду за границу И это для них вот является таким каким-то Поэтому не думайте, что они так сильно прям фанатеют От своей страны И очень хотят прям здесь жить и развиваться Нет, они так же, как и большинство из нас Мечтают о лучшей жизни И они считают, что в другой стране У них всё сложится и всё получится Это вот всё то, что я заметила Ну, то есть типичного для индийца А сейчас маленькие ремарочки Почему же большинство считает, что мой муж европеец? Ну, наверное, первая причина Потому что он у меня атеист Сан-Джунь не верит ни в одного бога И не собирается Он не участвует ни в каких праздниках Очень-очень-очень редко он соглашается На какие-то поездки в храмы На какие-то, ну, прям вот Если уж очень это важно для его мамы И он, конечно, согласится Он не хочет её огорчать И какие-то моменты он соглашается Даже на нашу свадьбу, на индийскую Он и то скрепя сердцем Согласился на многие обряды И второе Его мысли То есть он не зависит от мнения окружающих Как здесь большинство То есть здесь, например, мнение соседа Имеет какую-то силу Сан-Джунь же Он, не скажу, что прям на 100% Уж не совсем зависит от мнения Но он в основном знает Что если он видит цель Если он знает, что ему это будет так хорошо То мнение, знаете, даже его самого близкого друга Даже мнение его родителей И даже моё мнение Не особо будет на него влиять Потому что он знает цель Он её видит И он к ней идёт И поэтому, если ему кто-то что-то будет говорить Что это не так, это не едок Он послушает Скажет Молодец, хорошо Но оставайся дальше при своём мнении Поэтому в этом плане Сан-Джунь абсолютно нетипичный для индийцев Потому что они всё-таки прислушиваются К мнению старших К мнению окружающих Ну и так Поубывающий Вот И, конечно же, ещё Ну, в плане, например, даже Вот развития В плане языка Он знает хорошо английский язык Он о нём свободно разговаривает Когда он общается У него нет даже этого Такого прям явного акцента Как у большинства Здесь, с кем я общаюсь Именно на английском языке Потому что здесь У большинства ты сразу чувствуешь Вот этот акцент У Сан-Джунь всё равно не так сильно явен И заметен Возможно, кто знает английский язык Всё-таки будет его чувствовать Но если вы пообщаетесь с другими людьми Которые тоже пытаются разговаривать На английском языке здесь, в Индии То вы поймёте, что его уровень Намного круче И он, кстати, выучил английский Сам, самостоятельно Чем я очень сильно горжусь И понимаю, что мне до его уровня Ещё пилить и пилить И, ну, наверное Я не знаю Надо, конечно, поспрашивать У моих родственников и знакомых Что же они ещё такого В нём разглядели европейского Но просто, когда они с ним общаются Они не видят в нём индийца Они вот реально каждый раз мне говорят Блин, Сан-Джунь, реальный европеец Он реальный европеец И я не могу понять Почему они как бы так вот Прямо активно это замечают Но, видимо, что-то ещё есть И я так думаю, что когда-нибудь Когда мои друзья приедут к нам в гости Или мы поедем в Россию Я обязательно возьму у них интервью И задам им этот вопрос У меня на сегодня всё Это всё, что я смогла разглядеть Пока в своём муже Поделиться с вами То, что я вам рассказала Про своего мужа Это касается и Индии Я надеюсь, вы остались довольны Что я вам хоть немножечко Но рассказала про индийских людей Чтобы вы прекрасно понимали Какие они бывают И с чем вы сможете столкнуться Приезжая в Индию Даже когда вы мне пишете Что правильно говорить не индийц, а индус То я об этом вчера сказала своему мужу И он пообещал, что он обязательно снимет для вас видео И всё разложит по полочкам И расскажет, почему он всё-таки индийц и не индус Так что ждите от него его видео Я его каждый день обрабатываю Я уже вам говорила, что я умею ложечкой ковырять Что надо снимать видео И он уже, ну знаете так, процентов на 60 готов снимать с моего видео И кстати, сегодня он сказал, что у меня дурацкая прическа и дурацкий макияж Я вам сказала, хорошо, хорошо Тогда в следующее видео Ну не следующее, но в одном из видео Ты мне делаешь и прическу, и макияж И посмотрим, у кого получится лучше Так что видите, у нас очень много планов И совместных тоже Поэтому я очень рада, что вы со мной Я вас всех целую и обнимаю Увидимся в следующем видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...